Девчонки, добрый день, добрый после обеда. По сравнению со вчера, можно сказать, очень мало народу, хотя оказывается, сегодня воскресенье, последнее воскресенье, открыты все бутики, все бутики открыты. Вот вам и твинсет, новая коллекция, с цветами хаки. Иногда проходят люди, светло-голубой цвет, пастель. Ну, витрины эти я уже показывала. Вторые новости, которые произошли вчера вечером. Вернулась самая злобная хейтер меня, которая присылала мне через WhatsApp ужасные фейковые сплетни из Фейсбука, якобы. А на самом деле были монтированы ей уже самые, типа там Андрей Мальгин, который живет в Тоскане, журналист русский, организовал травлю у меня через Фейсбук. Это было еще 11-12 января, первые смс-ки через WhatsApp, через эту анонимную персону женского рода, я думаю. Потому что она пишет от имени женщины. Якобы она работает в бутике в Венеции, русскоговорящая. И она преследует меня. Такие ужасные фейковые новости прислала мне, что я вообще 11-12 января такой удар психологический получила, что якобы ходит эта Яна уже по всем бутикам и рассказывает про меня вот эти вот сплетни их, не грязные. И все такое. И вчера она прислала опять угрозы. В этот раз она откровенно начала мне угрожать. В тот раз она, типа, моя доброжелательница была, писала мне, а вы знаете, что про вас идут вот такие вот сплетни по всему региону Венето, Впадово и Венеции, во всех бутиках? Конечно, это был, как называется, провокация. Я потом-то поняла, что это провокация. В начале я поверила, что это... Ой, солнышко вышло, постою на солнышке, хотя здесь холодно, потому что переулок. И куда бы встать? Сегодня так холодно, что все надели обратно Тедди. И она вчера, видимо, не выдержала душа поэта, который прикидывалась, прикидывалась доброжелательницей. Она вчера прямо вот выпустила свои когти и начала мне такие угрозы писать через WhatsApp, через два месяца. Видимо, они все притихли после того, когда я написала заявление карабинерам, и полиции опустали. А теперь обратно высунулись. И начала мне угрозы писать откровенные, что, типа, будут ждать меня около двери, то да сё. Просто это какая-то глупая женщина, необразованная, которая прикидывается, что она работает продавщицей в бутике в Венеции. И, естественно, я со своей головой, со своим умом и интеллектом понимаю, что таких женщин и близко не подпустят, чтобы работать в таких дорогих бутиках, как Шанель, Эрмес или Льюиджо. Ой, Нон Льюиджо. Ой, забыла, как называется, не помню. В общем, я в Венеции, я была 20 лет клиентом, и я прекрасно знаю, какие русскоговорящие, русскоязычные украинки работают в Шанели и в Эрмесе и Джимми Щу. Поэтому я их прекрасно знаю много лет. Я ещё, когда жила в Венеции, со своим аристократом-адвокатом ходила покупать красивые вещи дорогие. Нас всегда угощали шампанским и всё такое. Одна даже раньше работала в Луи Витоне и всё такое. Не буду говорить имена и всё. Я не думаю, что такие девушки, как они, пойдут на такие грязные провокации через WhatsApp, травить меня через WhatsApp этими грязными сплетнями, угрозами. Уже в реальной жизни мне пишут эти угрозы. Два дня вчера вечером, вчера после обеда и сегодня утро. Типа она является подругой этой, другой блогер, который там где-то в Милане сидит, защитница. И она вот такое вот переслала. И Андрея Мальгина, бедного, если бы этот Андрей Мальгин узнал, журналист русский, который эмигрировал в Тоскану, узнал, что его имя используют в таких грязных провокационных играх, в травле женщины, как я, он на них в суд подаст. Просто он не знает, бедный, что его имя используют, его фото используют в таких грязных провокациях. И, в общем, она мне написала такие угрозы, но я же уже вылечилась. Я же уже иммунитет, у меня уже иммунитет на травлю виртуальную. Благодаря психотерапевту я поняла, как надо действовать. Ой, моя Сакура, итальянская, Сакура итальянская расцвела. И я уже не реагирую на эти всякие угрозы, шантажи. Моя психика не реагирует, у меня уже вылечился иммунитет с наоборотом. Так что это бесполезно мне угрожать. Но вы, если вы интеллектуалки, у вас есть ум, вы понимаете, что такая женщина не может работать, такая девушка не может работать в таких дорогих бутиках, как Шанель, Эрмес. Тем более я всех русских девчонок, не русские они, они в основном украинки и молдаванки. Ни одна латышка или нет украинских. Они все время меняются этими бутиками, но я их прекрасно знаю. Это всего где-то 5-6 девушек, которые 3 работают здесь, то есть 2. 2 работают в Падово и 3 работают там, в Венеции. Больше нет девчонок, которых я знаю, как продавщиц дорогих бутиков. Вот как они могут... А еще здесь в Праде одна молдаванка, по-моему, работала менеджером. В последнее время ее что-то нету, не знаю. В общем, все они меня прекрасно знают. Я 20 лет была их клиенткой, этих дорогих бутиков. И я абсолютно уверена, стопроцентно, что эти девушки на такой неспособной, тем более все эти девушки, которые работают в таких дорогих бутиках, они даже не посмеют опуститься до уровня этой хейтершей, злобной, которая мне пишет угрозы на WhatsApp. Потому что прекрасно знают, раз у вас номер итальянский, ТИМ, номер итальянский, если я сделаю Динончо заявление, я же еще не делала на этот номер, я отпустила, а теперь, конечно, я сделаю. И если найдут эту девушку, если она на самом деле работает в бутике Шанель или Эрмес или Джимми Щу, в этом я абсолютно стопроцентно уверена, что она там не работает ни в каком бутике, ни там, ни здесь. То она лишится работы за рацизм, потому что она обзывает меня чукчей, безглазой, безглазой прямо написано, угрожает, что будет ждать около дома там. Ой, там несколько смсов, я сделала скрыны, уже мне перевели, мой итальянский переводчик уже перевел на итальянский язык эти угрозы. И эта женщина не понимает, значит, она какая-то необразованная, что за такие угрозы в Италии есть уголовная статья. А как я узнала, что есть уголовная статья? Три-четыре дня назад вышли новости по ТИВУ, по телевизору, что угрожали даже... Видите, вот проверяет полиция, видно, что угрожали даже нашим главам правительства Италии, Марио Драги и Моторелла, президенту Италии. Угрожали смертью или что там, были новости. И, оказывается, этим занимается полиция Пусталия, даже вот по телефону звали с каким-то с итальянским акцентом и всё такое. И, знаете, вот я решила ещё прочитать, так как не очень-то хорошо услышала эту новость по телевизору, не очень внимательно прослушала и решила в интернете прочитать эту последнюю новость. Прочитала, и там вышли автоматические новости, что значит угрозы уже написанные или прозвученные через телефон, голосовые. Уже даже если человек дальше не совершает, не реализует свои угрозы действительности, всё равно это уголовно наказуемая статья, оказывается. Так что, дорогая моя злобная, злая травительница, которая вначале прикидывалась доброжелательно, и мне высылала ужасные новости фейковые с фейсбука, смонтированные вами же. И вчера начала присылать угрозы. И сегодня с утра мне угрозы, имейте в виду, вы уже написали мне эти угрозы, и вы уже в капкане, вы уже... Прочитайте в интернете, что значит угрозы через ватсап, через фейсбук, через телефон. Мама моя, эти будут сейчас кричать. Я присела на солнышке, потому что поздно вышла. Все бары закрыты, только на вынос кафе. Поэтому... Видите, всё равно вот люди не прекращают, даже в реальной жизни угрожают мне, травят меня. Какие-то пишут ужасные смс-ы через ватсап. И, боже мой, так хотела просто на солнце посидеть. Выясняет отношения полиция и эмигранты. Не хочет даже надевать маску. Парень устроил конфликт с полицейским. Такие придурки все. Куда я вот пойду на солнышко? Я хочу на солнышко. Когда я показываю асфальт, это значит, проходят дети. Что я не должна их показывать. Я сегодня даже шапочку шерстяную надела, потому что ветер какой-то. Вот куда я встану? Здесь такой сквозняк. Хотела посидеть на своей скамейке против мусорного бака, как она мне в угрозах написала. Сидишь на своей скамейке против мусора. Вот, люди, делать нечего. Уже выпустили новые видео с моим последним фото, как я изображаю французского бульдога моей подруги, который спит вот так вот, раскинув ноги наверх. Хирург меня сфотографировал. Ему понравилось что-то так прикольно. И он вложил, вставил это фото в видеомонтаж, который вчерашний завтрак у Тиффани. И уже это фото, моё фото, вставили в аватар канала Сплетниц. Уже вообще все границы переходят. Так что на следующей неделе второе дю нунча будет готово. Дорогая продавщица через запятые в бутиках Венеции, вы очень глупы, что написали мне эти угрозы. Поэтому ждите извещения. От полиции, от карабинеров. Всем пока-пока.